МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Охота за деньгами или 107 украденных тысяч. В Махачкале двое жителей столицы совершили разбойные нападения и были пойманы. Карта убитых дорог. Махачкалинские автодороги попали в приоритетный список проекта Общероссийского народного фронта. Это лучший подарок городу. Так оценивают поступление карет скорой помощи жители Дербента. Сулейман Керимов отдал в распоряжение города медикойские автомобили. Несчастный случай с ребенком произошел на строительной площадке в селении Аргвани Гумбетовского района. 13-летний подросток упал со второго этажа строящегося дома. С множественными травмами и переломами его госпитализировали в участковую больницу. Учитывая тяжелое состояние мальчика, срочно эвакуировали в детскую республиканскую клиническую больницу. Для этого специалисты Дагестанского центра медицинных катастроф привлекли вертолет. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении Дагестанской республиканской клинической больницы. Состояние крайне тяжелое. Доктора делают все возможное для его спасения. Двое жителей Махачкалы задержаны полицией за разбойное нападение на сторожа оптовой базы. Установлено, что разбойники тщательно готовились к преступлению, скрыв лица под специальными масками и вооружившись травматическим пистолетом, они проникли в помещение базы. Там, угрожая применить насилие, завладели деньгами в сумме 107 тысяч рублей. В ходе расследования выяснено, что подозреваемыми в совершении преступления являются 29-летние жители столицы. Вину свою они признали. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 122 Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение, либо иное хранилище. Решим проблему плохих дорог вместе, призывает Общероссийский народный фронт. В Махачкалу приехали представители проекта «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог» и залез за парочку плащевных участков. Эти объекты попали в приоритетный список федерального проекта. О том, как будет проводиться ремонт, смотрите в следующем сюжете. Переулок Умаханово, город Махачкала, Дагестан. Дороги, как и везде. Страна такая. Дураки дороги. Столичные автомобилисты ежедневно проезжают этот участок. Асфальт здесь положен сравнительно недавно. Но вот и яма, возникшая по причине людей. Взялись за проблему махачкалинцев дорожные автоинспекторы. Как мы знаем, по программе БКД, город Махачкала попал под эту программу. И по этой программе очень много улиц отремонтировали в городе. Проспект Переулок Умаханово тоже попал под эту программу. И его в 2018 году отремонтировали. Но, к сожалению, там какое-то недопонимание между городоканалом, между управлением ЖКХ. Они там между собой не договорились, что будут проводить какой-то ремонт. В городе дорог, убитые дороги. Столица Дагестана все-таки попала в карту убитых дорог страны. Городские улицы даже после ремонта нуждаются в ремонте. Решить проблему плохих дорог можно совместными усилиями. Если на вашем пути имеются ямы и неровности, подайте заявки и голосуйте на сайте. Карта убитых дорог. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Скорая помощь в Дербенте станет эффективнее. Сулейман Керимов подарил новые медицинские автомобили, станции скорой помощи и центральной городской больницы. Ключи и документы от шести машин скорой помощи и два реанимобиля накануне мэр Дербента. Хизри Абакаров вручил главным врачам. Качество нового транспорта оценила и наш корреспондент Патьмат Ханапова. Под капотом отличный двигатель, простой, надежный, вечный. Так характеризуют специалисты новое поступление. Но среди прочих достоинств этих карет скорой помощи главное – это высокотехнологичность. Внутри самое новейшее оборудование. Медмашины соответствуют европейскому стандарту класса «Б». Это значит, что реанимобили подходят для оказания экстренной медицинской помощи. Некоторые работники за несколько десяток лет на службе впервые видят такое оснащение. Скажите, пожалуйста, вообще вот такие машины были здесь в Дербенте? Нет, это впервые. Такие машины в нашем городе впервые. В первый раз получаем мы. Остальные машины были простые. Но были, но не такие, как мы. Они оснащены намного лучше аппаратурой. И дорогие, как мы видим. А стоят они действительно немало. На сайте производителей их цена варьируется от 3 миллионов рублей. Важно и то, что реанимобили оснащены обогреваемыми кювезами для оказания помощи младенцам. Таких медмашин в Дербенте никогда не было. Да и в Дагестане они встречаются крайне редко. Здесь практически всё есть для оказания реанимации. Начиная от аппарата искусственной вентиляции лёгких, заканчивая даже глюкометрами, которые позволят нам оказывать помощь даже при транспортировке. Практически всё представлено. Вот если вы откроете, даже здесь фонари есть. По словам специалистов, новое поступление также поможет сократить время прибытия бригад. К примеру, в отдалённых районах города фельдшеров придётся ждать не 20 минут, а всего лишь 10. Власти города уверены, теперь жалоб на работу и скорой помощи в городе станет меньше. Время прибытия короче, а качество услуг выше. По теме от Канапова, Даут Гасанов, Дербент, Новости ННТ. «Мир один на всех» под таким названием прошло ежегодное инклюзивное мероприятие в Национальной библиотеке Республики Дагестан для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей и учащихся общеобразовательных школ города. В ходе встречи на сцене звучали стихи и песни в исполнении юных талантов, учеников школ и известных артистов республики. Поддержать мероприятие прибыл и известный боец ММА Владимир Минеев. Организаторами праздника выступили универсальный читальный зал в Национальной библиотеке и благотворительный фонд «Мой солнечный мир». Цель нашего праздника – это то, что в процессе игры, в процессе праздника, мероприятия стираются грани между детьми, то есть взаимодействуют дети с ограниченными возможностями, с абсолютно здоровыми детьми, и это проходит в легкой непринужденной форме. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Луизы Рожабовой. Платные перекрестки могут появиться в городах России. По мнению экспертов, это избавит от пробок в час пик. Специалисты считают, что в этом случае водители будут тщательнее планировать маршруты и время поездок. Эксперимент намерены вести в 2020 году в таких городах, как Липецк, Нижний Новгород и Ульяновск. Средний мировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится 15% потери от ВВП. Минимальный набор продуктов дагестанцу обойдется в 4060 рублей. По данным республиканского органа госстатистики, выросли цены на мясо, макаронные изделия и сливочное масло. С начала года стоимость продукта выросла на 3%. 20 апреля в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова состоится ежегодная акция «Библионочь-2019». Главной темой этого года станет весь мир театр. Программа рассчитана на людей разных возрастов и интересов. С 6 часов до полуночи будут организованы поэтические чтения, спектакли и встречи с писателями. Отметим «Библионочь» – это ежегодный всероссийский фестиваль чтения, который традиционно проводится в апреле. Во всех школах Дагестана до 21 апреля пройдет урок «Цифры». Это всероссийский образовательный проект. Мероприятие направлено на профориентацию обучающихся в сфере информационных технологий и развития школьников знаний цифровой экономики. Начни утро с зарядки. Именно так называется общероссийская спортивная акция. Участие в ней в Дагестане приняли именитые спортсмены, мастера спорта по легкой атлетике, чемпионы мира, Европы и России. Инициатором проведения флешмоба является Министерство спорта и Министерство образования Республики Дагестан. Важно, что зарядки сейчас у нас будут систематическими, потому что погода позволяет, настроение хорошее. Здесь принимают участие и представители старшего поколения, и именитые спортсмены, и наше подрастающее, совсем юное поколение. Школьники, студенты и даже папы и мамы, многие решили начать свой день с бодрой зарядки и тем самым укрепить свое здоровье. В конце мероприятия прыжки, отжимания, бег на месте и другие физические упражнения плавно перешли в зажигательную лесгинку. Очень понравилась эта зарядка в плане того, что она была очень веселой и все получили удовольствие. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин